Выйдя с отдела, перейдя трамвайные пути, я сразу же оказываюсь на своем административном участке. Расположены именно те дома, которые я обслуживаю. Мы сейчас зайдем к лицу, который состоит у меня на профилактическом учете. Отбывал наказание в местах лишения свободы и был освобожден условно досрочно. Он ходит в гости по утрам и не только. У старшего участкового Виктора Ищенко графика нет. Главное все успеть. Стаж службы в органах 14 лет. Из них 4 года трудится участковым. Выезды по заявлениям, раскрытие преступлений, часто семейные драки, конфликты. Приходится разбираться. Как дела? Да, с работы тут. Если с работы, то хорошо. Андрею Станиславовичу 50 лет от роду. Мотал срок, как говорит сейчас, по глупости. Зарезал своего знакомого вот в этой квартире. Сегодня ровно 5 лет, как умерла мать. Ждала сына из тюрьмы. Поэтому обязательно просит зайти в гости. Виктор Анатольевич, приходите. Пойдемте. Заходите. Посмотрим. Конечно. Рыбки мои. Женился, вроде бы обустроился. Жизнь налаживается. Показывает огромный аквариум. Говорит, отдушина. Годы тюрьмы вспоминать не любит. Нес наказание по 105-й. Нож беру с того, и в горло ему. И вот туда он упал. Прямо из зали. Нас снимали все. По телевизору показывали. Но это прошлое. Сейчас у меня новая жизнь. Работаю. Мне то, видишь, смотри. На свободе тоже было бы непросто, если бы не участковый. Помог с паспортом, работой. Да и приходит чаще, чем любой родственник. По-человечески справляется о здоровье. Нужно вникнуть в проблему самого человека. Что может ему мешать, чтобы встать на правильный путь. Чтобы жить уже в нормальном обществе. Не как в тюрьме. А именно с обществом. Это уже наша внутренняя работа. Что сподвигло его к совершению преступления. Для того, чтобы знать, как он жил до момента осуждения. И в настоящее время. А вы близко к сердцу принимаете все их истории? Они ведь не простые. Ну, если это, допустим, связано как-то с детьми. Это для меня, да, это больная тема. Для меня тяжело такие моменты. Я восприимчив на такие ситуации. Виктор Ищенко каждого из своих так называемых подопечных помнит по фамилии, имени и отчеству. На профучете 32 человека. Это любители подебоширить, бывшие заключенные, алкоголики и наркоманы. Есть такие люди, которые не делают из своих жизненных опытов каких-то должных выводов. А когда человек жалеет, да, ну, видно, что он раскается и он пытается встать на жизненный путь, да, как-то. Ну, это я приветствую. И, конечно, мне жалко. Бывает, что где-то умышленно, где-то, возможно, вот как с этим человеком, да, по пьяни совершил. Ну, сами понимаете. А так человек-то он неплохой. Ну, что сделаешь? За свои поступки ответил. По статистике, в среднем каждый десятый бывший заключенный не использует свой шанс начать новую жизнь. На участке Виктора Анатольевича рецидивов нет. Те, кто попадает в поле зрения участкового, исправляются еще на воле. Бывает, не могут сами, помогают врачи-наркологи. Зачастую приходится уговаривать и убеждать. От кодировки большинство отказывается. Тогда включается режим двойного контроля. И тут главное правильно распределить свое время. Справляется на 100%, говорит непосредственный начальник. У него всегда порядок, у него всегда все по полочкам разложено. Он очень у нас дисциплинированный. За это время я не припомню ни одного случая, чтобы Виктор Анатольевич у нас куда-то опаздывал, либо где-то чего-то не успевал. То есть у него весь день записано по пунктикам, скажем так. Даже иногда не обязательно обращается с какой-то жалобой, заявлением. А вот просто советую спросить у этого сотрудника. Сейчас мы у граждан самих спросим. Обязательно спросите. Я думаю, они подтвердят мои слова. Всех обойти не получится, однако каждый может проголосовать онлайн за Виктора Ищенко. В прошлом году старший лейтенант стал лучшим в области. Теперь принимает участие во всероссийском конкурсе «Народный участковый». В ведении полицейского 23 многоэтажки – это больше 8 тысяч человек. И каждый может сказать спасибо, просто отдав свой голос на официальном сайте регионального УМВД. А пока разговариваем на камеру, нас дожидается мужчина с собачкой. Явно хочет что-то сказать. Зовут Анатолием. На свободе третий год пришел на отметку. Когда деваться было некуда и был соблазн вернуться в тюрьму, помог участковый Виктор Ищенко. Интернета дома нет, поэтому спасибо сказал так. Проголосовал здесь и сейчас. Если бы не было у вас такого участкового, как бы вы исправлялись? Пускай лучше будет.